У меня печальный вид, голова моя болит, я чихаю, я охрип, что такое? Это грипп. Так описал основные симптомы этого вируса советский поэт Сергей Михалков. И безусловно, они известны всем, но многие не задумываются, какими могут быть осложнения недолеченного или перенесенного на ногах заболевания. В сезон гриппа и ОРВИ мы решили задать специалистам вопросы о вирусах, которые порой принимают масштабы эпидемии. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Татьяна Николаевна Минеева, врач Владивостокского клиника-диагностического центра медицинской профилактики. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. И Валентина Алексеевна Кудрявцева, врач-пульмонолог, заслуженный врач Российской Федерации городского аллерго-респираторного центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот говорили, что в этом месяце ожидается особенно большая серьезная вспышка эпидемии гриппа, но мне кажется, все-таки он пошел на спад по сравнению с январем. Так ли это, или же я ошибаюсь? Дело в том, что у нас действительно ожидается грипп обычно в Приморском крае, ну, в середине февраля. Но, слава богу, сейчас пока этого нет, активность вируса невысокая, регистрируются случаи острых респираторных вирусных инфекций в целом, в том числе и гриппов, гриппа типа А, это сезонного нашего обычного гриппа, вируса гриппа В и H1N1. Но, опять-таки, повторяю, что заболеваемость невысокая среди именно разновидностей гриппа. А среди же в целом острых респираторных вирусных инфекций, кроме гриппа, в основном это аденовирусные инфекции, это риновирусные инфекции, парагриппозная инфекция регистрируется, ну, и ряд других инфекций. В общем-то, у нас более 200 вирусов вызывает острые респираторные вирусные инфекции. Поэтому, конечно, большое разнообразие, отличаются они немножечко по клиническим симптомам друг от друга. Но, тем не менее, для того, чтобы уточнить диагноз, конечно же, нужно лабораторное исследование. Ну, мне хотелось бы добавить следующее, что есть грипп А, есть грипп Б и есть грипп С. Но грипп А является самым таким жестким гриппом. Он через каждые, может быть, 10-50 лет вызывает пандемию. И, конечно, такой грипп, допустим, как грипп С, считается гриппом более легким. Вот. И а грипп А – это семейный. Иногда бывает такое, что человек болеет один раз переболел, второй раз переболел теми же респираторными инфекциями. Особенно там, где есть маленькие дети, дети ходят в детский сад. Именно грипп типа Б, он является вот таким вот коллективным, как бы. Поэтому на это тоже надо обращать внимание. А есть какая-то статистика? Цифры можете назвать по заболевшим, например, этой зимой? Ну, если мы будем говорить вот на начало февраля, то у нас заболело более 13,5 тысяч приморцев. Но, опять-таки, эта цифра указывает только тех, кто обратился к врачу, кто на больничном или наблюдается у врача. А сколько у нас людей переносит на нога вирусной инфекции, сколько у нас в автобусах, в транспорте чихает и кашляет, заражая людей окружающих. Здесь уже, как бы, статистика не подлежит подсчету, можно сказать. Но, тем не менее, вы говорили в начале программы, что этой зимой все-таки такой явной эпидемии. Все-таки, слава богу, пока не случилось. Ну, пока да. Пока, в общем-то, нет, конечно. Но нужно отметить, у нас, как всегда, больше регистрируется заболевание ОРВИ, это среди детей. Особенно дети дошкольного возраста. Ну, в силу, может быть, своей, во-первых, социальной активности. Большинство из них в детских садах, в детских коллективах организованных, где очень много в группе детей находится. Если кто-то один принес, хотя бы даже в легкой форме перенес ОРВИ, то другой, рядом с ним находящийся ребенок, может перенести его более тяжело. И потом, другая еще причина в том, что все-таки детишки, они имеют не до конца сформированный иммунитет. Поэтому и чаще всего заражаются, и чаще болеют, и чаще у них осложнения возникают на фоне острых респираторных вирусных инфекций. И вот именно грипп С, он характерен в заболеваемость детей, это младшего возраста. Более старшие, они как бы меньше этому подвержены. Поэтому вот будут говорить о мероприятиях, которые проводятся в этих коллективах, это, конечно, играет очень большую роль. Мы еще вернемся обязательно к осложнениям, потому что это такая одна из главных тем, на которые стоит обратить внимание, безусловно. Но давайте все-таки повторением от учения мы еще раз вспомним о симптомах, о которых все мы знаем, но вот на ногах переносим, внимание не обращаем. Думаем, это обычная простуда легкая, а на самом деле там может скрываться серьезный вирус гриппа. Если мы имеем в виду грипп, то начало его, конечно же, острое. То есть человек может сказать, что я в такой-то день во столько-то даже часов заболел. То есть с точностью до часа времени может назвать. Температура, повышение температуры до 38-5, до 39 градусов. Это головная боль резкая, это мышечные боли, это слабость, недомогание, отсутствие аппетита, особенно тяжело. Дети переносят вот этот острый момент. Головные боли, конечно же, могут носить настолько сильный характер, что просто тяжело поднять голову от подушки, оторвать. В дальнейшем, где-то, может быть, через 2-3 дня будут подсоединяться кашель и насморк. Его, кстати, отмечают, специалисты отмечают, что если переносит грипп человек не на сухую, так называется, да, а именно вот с симптомами кашлем, с насморком, то осложнений у него, тяжелых осложнений меньше, чем когда человек просто остается вот со своей сильнейшей головной и мышечной болью и с высокой температурой. Интересно, а с чем это связано? То, что все-таки с насморком выходят какие-то микробы из организма или же нет? Давайте, наверное, вот пришло как раз время об осложнениях поговорить, потому что действительно даже с такими симптомами мы порой идем на работу, родители порой отправляют детей в школу на контрольную работу, например, да, думают, а сейчас там напишут, придет домой, будет лечиться. А нет, это ведь достаточно серьезно, я знаю, что осложнения бывают страшными. Давайте расскажем. Значит, вот инкубационный период, то есть время, когда имеется разгар заболевания, длится обычно до 7 дней. Затем в группах риска, которые переносят грипп и потом осложнения возникают, это те, кто вовремя не обращался за медицинской помощью, то есть лечился самостоятельно, то есть самолечение, принимал ненужные антибиотики, задержался в самолечении по времени. Также в группу риска относятся лица, которые имеют уже другие заболевания, ну, в частности, бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, у кого имеется сердечная недостаточность, имеются заболевания почек, все хронические заболевания. Далее, в эту же группу относятся лица, которые имеют избыточную массу веса. Кроме того, сюда относятся и заболевания, которые хронические, это различные синуситы, гаймориты, у кого-то хронические атиты. На это тоже нужно обращать внимание. Но на первом месте в критических ситуациях выходит острая дыхательная недостаточность. Затем уже идет пневмония. Поражаются. Это грипп как бы дает органное поражение. Здесь поражается и головной мозг, то есть менингиты. Это поражение сердца, то есть здесь различные миокардиты и так далее. Но все же на первом месте выступает пневмония. И особенностью этой пневмонии является то, что, казалось бы, человек чувствует, что ему лучше становится. Он пролечился назначенной терапией врачом. Но когда он делает рентгенологическое обследование, а лучше надо делать компьютерную томограмму легких, то там очень большой процесс, который поражает не только какие-то участки легкого, но может поражать все легкое или же целую долю. И, конечно, выйти из этого состояния бывает очень и очень сложно. Поэтому Министерство здравоохранения, наш департамент по здравоохранению разработали стандарты пошагово, когда поступает такой тяжелый больной, что должен делать врач и как он должен оказывать помощь данному пациенту. Кроме того, постоянно ведется мониторинг этого заболевания. И тем более, если наступила смерть. То есть идет разбор клинический. Потому что, к сожалению, цифра смертности по пневмонии в Российской Федерации высока. Ну и мы тоже не отстаем. Поэтому здесь очень важно иметь знания врача. И на это смотрятся обязательно истории болезни. Проверяются знания. И такой контроль осуществляется комиссия, которую возглавляет главный пульмонолог города Кенякин Михаил Федорович. Поэтому у всех в стационарах имеются папки, где все это расписано. Так называемые стандарты оказания помощи. А уже главные врачи обеспечивают лекарствами всем тем необходимым, которая должна помощь использоваться для тяжелого больного. Если он находится в реанимации или просто в палате. Поэтому хочется сказать, что легко относиться к гриппу, хотя это инфекционное заболевание. И кажется, он быстро пройдет и все будет хорошо. Этого делать не следует. Еще пожилой возраст, конечно, обращать надо внимание. Так что у них чаще гипертоническая болезнь. Те же заболевания, которые я обозначила. Сахарный диабет. И возраст, особенно после 65 лет, требует к себе достаточно пристального внимания. Такие пациенты обычно госпитализируются. То есть я правильно поняла, что любое, по сути, практически хроническое заболевание, оно как раз таки усугубляет лечение? И лечить очень сложно таких пациентов. Но вот, слава богу, все делается для того, чтобы человек жил, выздоравливал. Я сегодня, когда готовилась к программе, прочла такое мнение. Не знаю, насколько оно правдиво. Вот мне бы хотелось как раз услышать вас, как специалистов. Мол, нельзя пить антибиотики, когда есть вирус гриппа в организме. Здесь нужно сказать следующее, что, ну, здесь вам еще ответят. Значит, осложнение может быть как первичная пневмония, то есть вирусная, так и может быть как бы двойная, вирусно-инфекционная, то есть имеется в виду вызываемая пневмококом, потому что на первом месте вызывает пневмонию пневмокок. Поэтому в первом случае назначаются противовирусные, они все расписаны, врачи о них знают и рекомендуют. И второе, если необходимо, это назначаются антибиотики, когда уже присоединяются. То есть наша задача заключается в том, как можно быстрее назначить противовирусную терапию. Ну, допустим, такой препарат, как арбидол, самый простой, он используется в течение, надо, 48 часов. Почему это важно? Потому что сразу же вирус наносит такой удар организму, вплоть до некроза эпителия наступает. Поэтому нам это необходимо. А вот если уже бактериальная пневмония присоединилась, там, конечно, назначаются антибиотики. Но вначале этого делать не следует. Да, и не следует делать, действительно, потому что еще, что люди зачастую берут антибиотики, те, которые посоветовали им дома родные, посоветовали им там какие-то друзья, да, или пришли, они посоветовались в аптеки. То есть не зная определенных показаний и противопоказаний. Во-первых, это возрастные особенности, это наличие хронических каких-то тех или иных заболеваний, которые не разрешают вот данный антибиотик принимать. Это много различных других причин. Поэтому ни в коем случае, конечно же, самостоятельно назначать себе антибиотик, абы какой, нельзя. И еще я хотела бы обратить еще внимание на тот момент, что многие мамы особенно, поскольку вот я сама педиатра сталкивалась с этим, когда мама ждет врача домой, а ребенку хочет помочь, температура у него высокая, дает самостоятельно аспирин. При вирусной инфекции ни в коем случае забыли про аспирин, и нельзя его давать самостоятельно. Да, и, кстати, дети, которые получают аспирин, они входят в группу риска, как и другие те группы, которые мы уже назвали. Но я, как врач-пульмонолог, хочу сказать, что больным, допустим, с бронхиальной астмой, чтобы не было обострения в период вот таких респираторных заболеваний, нужно удваивать ту базисную терапию, какую они получают. Но антибиотики уже только, когда это будет действительно необходимо. Вы сейчас действительно подтвердили своими словами мнение о том, что мы недооцениваем очень сильно вирус гриппа и порой сами себе делаем хуже. Давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о том, как побороть вирус гриппа. Я думаю, что стоит также рассказать о, так сказать, нетрадиционных методах лечения. Кто-то начинает пить много воды, пить какие-то травы, может быть. Я имею в виду, сейчас нет таблетки. А когда люди называют... Самолечением мы это часто называем, в общем. Можно ли это допускать при гриппе? И каким образом это делать, если уж можно? Нет, действительно, при вирусных инфекциях, когда наступает интоксикация, повышается температура, естественно, и объем жидкости должен быть увеличен. Это в зависимости от некрепкого чая, компоты, морсы какие-то, да, отвар шиповника, отвары трав, такие как ромашка. Но, тем не менее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что у каждого человека есть определенные какие-то свои, допустим, запаливания. Если нет сопутствующих хронических тяжелых процессов, то, естественно, объем жидкости достаточно увеличивается. Но, с другой стороны, если есть сердечно-сосудистая недостаточность, если есть проблемы хронические с мучевыделительной системой, то здесь, конечно же, ограничивается объем жидкости, чтобы не напрягались органы в своей работе. И количество выпиваемой жидкости должен определять только врач. И ни в коем случае, конечно же, не, мы уже повторяем, не заниматься самолечением, вызывать врача домой, если температура поднялась, оставаться дома, и для того, чтобы избежать осложнений, и для того, чтобы не заражать окружающих. Потому что, если кто-то, может быть, и в нетяжелой форме перенесет грипп, то окружающие могут и заболеть, и довольно тяжело, опять-таки, с теми же осложнениями. И не назначать, конечно, своим дома заболевшим те лекарственные препараты, которые сами привыкли иметь в своей аптечке, а дождаться врача и выполнять все его рекомендации. Я только добавлю одно, что у нас есть растительные препараты, такие как синупред и бронхипред. То есть это травяные препараты, которые можно купить в аптеке. Хорошо иммунную систему поддерживает эта брусника. Вы можете ее в любой форме использовать. Я слышала, что это природный антибиотик. Да, антибиотик это одно, и в то же время поднимает иммунитет и держит его. И еще очень хороша солодка, которую вы можете использовать как в виде отвара. Есть в таблетках у нас и можете в сиропах. Это особенно касается детей. Конечно, у тех, у кого есть сопутствующие заболевания, они будут принимать это в таблетках или же просто в отварах эти травы. Всегда есть группа риска, которая подвержена особенно в сезон заболеваний. Это, например, те, кто работают в душном тесном помещении, это дети в школах, в детских садах. Ну и не только. И не только. Те, кто горит особенно. Давайте расскажем о методах профилактики в этот опасный для нас, так сказать, период. Может быть, стоит чаще проветривать? Какие еще есть меры предосторожности, чтобы не заболеть вирусом гриппа? Я бы, знаете, хотела с чего начать? С прививок, с вакцинопрофилактики. Дело в том, что у нас вакцина-профилактика против гриппа начинается еще где-то в октябре, даже в сентябре поступает вакцина в Приморский край и проводится прививочная кампания. У нас вот к этому эпидсезону вакцинация против гриппа была проведена более чем 500 тысяч человек. То есть активно шли на вакцинацию и прививались. Ну, это бесплатные прививки. Но те, кто приходил в центр вакцинопрофилактики и прививался сам, там уже дополнительно другие, конечно же, цифры. Что нам нужно еще знать об этом? Вакцинация против гриппа делается ежегодно. То есть не какими-то там курсами, а коль-то человек начал вакцинироваться, то должен делать это каждый год. Вакцина подстраивается, обновляется каждый год под предполагаемый штамм вируса. Все это регистрируется в Всемирной организации здравоохранения и идут конкретные рекомендации. Кроме того, конечно же, очень важно прививаться от ряда и других инфекций, которые могут вкупе с гриппом вызывать тяжелые осложнения. Ну, во-первых, я хотела бы отметить, это вакцина против пневмококковой инфекции, которая вызывает тяжелейшие осложнения для пневмонии. У нас вакцина против пневмококковой инфекции по национальному календарю прививок назначается детям с двухмесячного возраста. По эпидемическим показаниям, если таковые могут возникнуть, с двух до пяти лет всем детям и группам риска, это люди, которые страдают какими-то хроническими запаливаниями, и для них чревата любая вирусная инфекция вот таким тяжелым осложнением, присоединением вторичной инфекции, в частности пневмонии, старше 60 лет, они тоже должны прививаться против пневмококковой инфекции. Ну и, в общем-то, конечно же, желательно, чтобы люди подумали о том, что, ну, каждому нужна эта прививка. Следующая не менее важная прививка – это против пневмонии кокковой инфекции. Она рекомендуется, конечно же, всем людям, внесена в национальный календарь по эпидемическим показаниям. Ну, почему я говорю, что рекомендуется всем людям? Потому что у нас, как правило, когда поднимает голову грипп, ослабляется иммунитет, и затем начинает по стране шагать пневмонии кокковой инфекции. Поэтому желательно обезопасить себя вот от этой инфекции. Далее, очень важная прививка – это против гемофильной инфекции. Она внесена в календарь, прививочный календарь. Делается она детям из групп риска. Ну и опять-таки хочется родителям напомнить о том, что эта инфекция довольно тяжелая, и она тоже вызывает патологию острую и лорорганов, и бронхолегочной системы, и тяжелые менингиты вызывают очень, которые трудно поддаются лечению. Поэтому против этой инфекции тоже желательно, чтобы дети были привиты. Особое значение это имеет для тех, кто вот сейчас весной будет получать у нас путевки в детские организованные коллективы, чтобы дети уже были подготовлены, привиты полностью и шли уже с достаточно защищенным своим иммунитетом в организованные коллективы. И вот еще немножечко хочется сказать о тех, кто у нас идут в ряды советской армии. Сейчас весенний призыв начнется. Им, естественно же, нужно обязательно быть привитыми против гриппа, против пневмококковой инфекции, против менингококковой инфекции и против ветряной оспы. Для того, чтобы не было тяжелых последствий, потому что там все-таки действительно будет новый коллектив, люди в одну и ту же часть приезжают с различных регионов страны, и коллектив этот будет совершенно новый, будет формироваться внутренний иммунитет вот среди этой вот новой незнакомой друг другу массы, поэтому нужно, конечно, быть привитыми, чтобы обезопасить себя от тяжелых последствий. И остальных, безусловно. Конечно, и остальных. У нас сегодня против пневмонии, которая, чтобы не возникало, имеется две вакцины, поэтому нужно их делать. Действие этих вакцин на протяжении пяти лет, то есть один раз в пять лет делается, и можно их сочетать вместе, когда вы делаете противогриппозную вакцинацию. Поэтому сегодня буквально в каждой амбулаторной карте врач записывает, что необходима вакцина-профилактика, и, слава богу, вот больные приходят, и это радостно, что они все-таки эти рекомендации выполняют. Ну и напоследок об элементарных методах профилактики. Мне хотелось бы еще добавить буквально два слова о прививочных сертификатах. Ни в коем случае не забывать оформлять прививочный сертификат. Одно дело, когда в амбулаторной карте заносятся все эти прививки, а другое дело, когда этот сертификат имеется у человека на руках, так как второй его паспорт. То есть туда заносятся абсолютно все прививки, которые делаются, которые были сделаны до этого, и на момент выдачи сертификата не были в него внесены, все вносятся. И отмечается срок следующей прививки, чтобы человек не забыл. На руках имеет, иногда поглядывая, вспоминай. Что ты делала, что еще не делала. И что нужно сделать. Ну и, как я просила, методы профилактики для тех, кто работает вместе, в тесном душном помещении, в детских садах, в школах. Расскажите, что нужно делать это элементарно? Ну, у нас очень хорошая мера профилактики – это, конечно же, ношение масок. Одноразовые маски. Есть они и в аптечной системе продаются, и можно сделать самим четырехслойную марлевую маску для лица, для своего. Но здесь еще одна такая маленькая хитрость. У нас зачастую вижу, как идут молодые люди по городу, в этих масках, в одноразовых, в красивых, зелененькие и голубенькие. Так вот, этот цветной слой маски, он всегда одевается к лицу. Белый слой маски одевается наружу. Почему? Да потому что цветной слой – это бактерицидная пропитка. Поэтому она, естественно, должна быть ближе к телу. Носить эти маски нужно, во-первых, тем, кто страдает вирусной инфекцией, ты уже заболел, то есть для того, чтобы не заразить. Если он, ну, вынужден он ходить на работу, он ходит на работу, там у него нет температуры, но у него есть насморк. Эта инфекция передается воздушно-капельным путем. Она распространяется более чем на два метра при чихании, при кашле и разговоре. Поэтому он должен обезопасить других людей и носить эту маску. Ну, и, конечно же, если такие люди есть, извиняюсь, недобросовестные, то окружающий коллектив одевает на себя эти маски. Маска меняется через каждые 2-3 часа. Кроме воздушно-капельного путем, еще передача гриппа может быть с прикосновением каких-то, ну, вещей, которые у вас есть. Ну, допустим, вы включаете телевизор, да? Вот, пожалуйста, нужно обязательно протирать все, чаще мыть руки, для того, чтобы тоже не занесли себе инфекцию. Пульты управления о них не забывать. Интересно. Спасибо вам большое. К сожалению, наше время вышло. Спасибо, что пришли к нам. И спасибо вам, безусловно, за ваши советы, за то, что делаете нас здоровыми. И напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин